Метание копья Собираемых в течение многих тренировок выплескивается в этот миг. Подготовка копья метателя включает комплекс разнообразных упражнений, направленных на повышение его специальной физической подготовки и совершенствование техники метания копья. Эти упражнения могут выполняться без отягощений, с весом собственного тела. С партнером, со вспомогательными снарядами и тренажерами. Первое упражнение. Оно способствует развитию специальной гибкости метателя. Весь смысл этого упражнения – строгая последовательность разгибания суставов. Движение начинается с разгибания коленных суставов, затем включается тазобедренный сустав, и, наконец, с прогибом в грудной части движение заканчивается положением натянутого лука. На всем движении плечевой пояс свободен. Выполняется в среднем и быстром темпе до 10-15 раз. Второе упражнение – имитация финального усилия. И здесь главное – в правильной последовательности выполнения движений. Поднимаясь на правой ноге и оставляя на ней тяжесть тела, спортсмен разгибает тазобедренные, а затем коленные суставы. Ключевой пояс свободен. Правая рука лишь касается перекладины. Выполняется в медленном темпе до 10 раз. Имитацию финального усилия можно проводить и так. В этом варианте упражнение способствует закреплению правильной последовательности движений, совершаемых спортсменом при выполнении финального усилия в метании копья. Основное внимание здесь необходимо уделять активной работе ног и свободному положению ключевого пояса. Использование небольшого возвышения при выполнении этого упражнения увеличивает его динамику и способствует более активной работе ног. Специальным упражнением с весом собственного тела относятся ряд упражнений на развитие брюшного пресса. Это подъем и опускание ног в висе. Круговые вращения ног в правую и в левую стороны. Подъем и опускание корпуса на наклонной скамейке. Эти упражнения рекомендуется выполнять в среднем и быстром темпе от 10 до 25 раз. Для развития гибкости в плечевых суставах предназначены упражнения, выполняемые в различных стойках. Второй спортсмен здесь только помогает первому удерживать положение стойки. Наибольшее прогибание в этом упражнении должно происходить в плечевых суставах. Кроме укрепления плечевых суставов и кистей рук, упражнение способствует совершенствованию координации движений. А это второе упражнение. Оно выполняется в стойке на предплечье. Для развития гибкости и укрепления связок и мышц плечевого пояса предназначены упражнения, выполняемые спортсменами в паре. Это одно из парных упражнений. Оно несложно. Основное внимание при его выполнении следует обращать на то, чтобы плечи нижнего спортсмена оказывали давление на верхнего в области лопаток. Второе упражнение также несложно. И здесь плечи нижнего спортсмена находятся под лопатками верхнего. Много полезных упражнений можно выполнять, используя в качестве отягощения штангу и отдельные ее элементы. Гриф и блины различного веса. Выбор веса отягощения зависит от подготовленности спортсмена. Первое упражнение с отягощением. Оно способствует укреплению плечевых суставов метафеля. При выполнении упражнения статк спортсмена должен оставаться неподвижным, а амплитуда круговых вращений максимальной. Следующее упражнение наклоны туловища вправо и влево. При его выполнении руки спортсмена должны быть выпрямлены, а пояс нижних конечностей оставаться неподвижным. А в этом упражнении главное сохранять синхронность движения рук и ног. Упражнение выполняется в быстром темпе. Вся сложность этого упражнения заключается в правильной последовательности разгибания ног. Таз подается вперед, и все движение начинается с разгибания ног в коленных суставах. А заканчивается активной работой ног и выпрямлением плечи. Упражнение выполняется в медленном темпе. И в этом упражнении последовательность выполнения движения играет решающую роль. Главное здесь активное включение разгибания ног в коленных суставах и активная работа стоп в заключительной фазе движения. Упражнение выполняется в среднем и быстром темпе. Это упражнение называется тяга из-за головы двумя руками. Оно укрепляет плечевой пояс и способствует развитию специальной силы метания копья. При выполнении упражнения необходимо следить за тем, чтобы лопатки не отрывались от гимнастического коня. Плечевой пояс максимально расслабляется. Упражнение рекомендуется выполнять в среднем темпе. А это упражнение способствует укреплению мышц плечевого пояса и торса, несущих основную значительную нагрузку в финальном усилии метателя копья. Движение начинается и заканчивается без активного участия головы и рук. Руки максимально расслаблены. Упражнение выполняется в среднем темпе. Имитация финального усилия с отягощением. Упражнение развивает скоростно-силовые возможности специфических групп мышц метателя. Кроме того, как и другие имитации, оно закрепляет правильную последовательность выполнения движений финального усилия. Начиная с разгибания ног в коленном и тазобедренном суставах, волна усилия последовательно передается через туловище на плечевой пояс, максимально разгоняя снаряд так же, как это происходит, и при метании копья. Упражнение на развитие скоростно-силовых качеств мышц ног. Ведущие элементы этого упражнения – движение таза вперед и вверх. Плечи и туловище строго вертикальны. А в этом упражнении спортсмен следит за удержанием прямой спины. Руки выпрямлены, голова держится вертикально. Главным в этом упражнении является сохранение вертикального положения туловища при движении. Движение должно начинаться активным проталкиванием и продвижением таза вперед. Хорошо укрепляет приводящие мышцы бедра и совершенствует координацию движения метателя бег с крестными шагами со штангой на плечах. Комплекс упражнений с отягощениями способствует разбитию скоростно-силовых качеств специфических групп мышц, участвующих как звенья в общей цепи техники метания копья, а также мышечных групп, выполняющих вспомогательные функции. Выполнять эти упражнения целесообразно в связке по два, показанной нами последовательности по круговой системе, используя их каждому упражнению до трех подходов с 10-15 повторениями в каждом. Важную роль в подготовке метателя играют бросковые упражнения, которые развивают специальную выносливость и повышают уровень специальной физической подготовки в сочетании с совершенствованием техники. Одним из основных снарядов при выполнении бросковых упражнений являются набивные мячи различного веса. Наиболее простое упражнение – бросок мяча двумя руками из-за головы с места. Тот же бросок, но здесь мяч отводится назад, как копьё. Вперёд, вниз, назад. Метание мяча может производиться с шага. Трёх шагов. Из-за подбега. До постановки левой ноги в последнем шаге перед броском мяч держится над головой. Другим снарядом бросковой подготовки метателя могут служить ядра различного веса. Спортсмен выполняет метание ядра одной рукой с места. С шага. С трёх шагов. Из-подбега. А в этом варианте метания ядра броски производятся только с трёх шагов из-подбега. Бросковые упражнения не требуют для своего выполнения специальных площадок и снарядов. С таким же успехом они могут проводиться на открытом воздухе практически в любом месте. Снарядами для метания здесь могут служить обычные камни различного веса. Выполняя бросковые упражнения в этом случае, необходимо помнить, что в каждом отдельном упражнении следует применять снаряды только такого веса, который позволяет спортсмену технически правильно, многократно и с нужной интенсивностью исполнять заучиваемые движения. Проведение занятий на природных ландшафтах вносит элемент разнообразия в напряжённые тренировки метателей в условиях спортивных залов и стадионов, повышает эмоциональный заряд этих занятий и тем самым способствует более эффективной подготовке метателей копья. В последние годы значительное влияние на высшие достижения в спорте стала оказывать наука. Тесное содружество тренеров и научных работников, рождённые и воплощённые ими идеи, способны вывести достижения спортсменов на высшие рубежи. Рациональному и эффективному построению тренировок метателей способствует разработанное во Всесоюзном научно-исследовательском институте физической культуры тренажёрное устройство. Они обеспечивают значительное увеличение силового воздействия спортсмена по пути движения, как я, не вообще, а сосредоточивают его в нужных направлениях, предотвращая рассеивание сил по всему пути. Всё это повышает эффективность подготовки высококвалифицированных метателей, ускоряя их путь к вершинам мастерства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok